Молдова – общий дом для ее многонационального народа. И будет ли в нем достаток, спокойствие и равноправие – решат предстоящие выборы. Об этом говорил председатель партии коммунистов Республики Молдова на встрече с избирателями в Теленештах. Темы люди поднимали самые разные. И как случилось, что подавляющее большинство граждан Молдовы оказалось за чертой бедности, сельскохозяйственная отрасль лишилась рынков сбыта, сельские дети остались без школ, и главное, присутствующих интересовало, будет ли в Молдове европейское будущее таким светлым, как обещают действующие власти. Впрочем, на этот вопрос они сами знают ответ. Все смотрят на Европу, а Европа что, ничего не делает, рынка сбыта нету, ничего нету. Взять даже яблоки, вот эти сливы были, сельское хозяйство, все отказано, никуда ничего, за копейки. Для них же везут, в Молдове яблоки везут, где земли, что они делали, никуда ничего. Ужасно поганая власть, совсем над пенсионерами издеваются, топлива нет, газ страшно подорожал, но это еще ничего, это еще ничего, но хотя бы какую-нибудь помощь старикам, молодежь не имеет работы, разве это жизнь? Знаете, эта власть уже всем надоела, я вот по селам часто езжу, но связано со спортом, и все против, уже до того эта власть всем, как говорится, извините за выражение, брыгла. Действующие проевропейские партии окончательно себя дискредитировали. Они потеряли доверие даже тех, кто маломальски верил, что пенсии вырастут до 300 евро, а ежемесячной заработной платы будет хватать и на лекарства, и на жизнь. Рабочих мест нету, нету. Полицу, за что купить полицу, идти лечиться, за что? Кто на денег просит за эту полицу, а за что ее купить? Идти кого-то воровать, убивать. Только партия коммунистов способна все вернуть на свои места. И связи, которые у нас были традиционные с Востоком, из-за этого они, извините, повернулись в совсем другую сторону. Теперь наши ребята не могут ездить на заработки нормально. Уже вот читал недавно, что с 2015 года вообще Россия вводит визовый режим со всеми странами, которые не входят в таможенный союз. Мы, оказывается, опять за бортом. При коммунистах мы жили более-менее стабильно. Я уже тоже пенсионером стал. Ну, помню, как и моя мать, повышалась пенсия не на 5-6%, а на 20 с чем-то процентов. Ну, плюс, вы меня извините, все-таки газ провели сюда. Это уже большое дело, как-никак. А вот видите, вот эти все оппозиционеры, они или как их там назвать, альянс, они это не считают. Они считают, что так оно и должно было случиться, так оно должно было. И провели бы они, ну, я вижу, как они провели унген и яс, и все. Это что, газ, что ли? Первое, за что возьмется ПКРМ, придя к власти, разработает и внедрит механизм борьбы с мафиозными структурами и коррупцией, отметил Владимир Воронин на вопрос из зала. Субтитры создавал Дмитрий Воронин на вопрос из зала. Говорил Владимир Воронин на встречу в Теленештах и о том, что тревожит сегодня каждого истинного патриота – возможной потери независимости молдавского государства. То, к чему не скрывая, стремится проевропейская коалиция. Продолжая тему, председатель ПКРМ добавил, что страна, где нет свободной экономики, может не рассчитывать на суверенитет, а тем более самостоятельное развитие. Субтитры создавал Дмитрий Воронин на вопрос из зала. Субтитры создавал Дмитрий Воронин на вопрос из зала. Датария экстерна в Молдове, в том числе фондов, банки, Фондом Монитарно-Интернационал, Банка Европейная Дезвлота и Реконструкция, Банка Модиала, и многое, многое остальное, было около 80% от продажа интерна. То есть царя маика, 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 была банкротой. И мы, не только что, мы не взяли остальные кредиты. Что сделали коммунисты, будучи 8 лет во власти? Газифицировали страну, обеспечили качественной питьевой водой десятки сел, отстроили школы и детсады, повысили пенсии и зарплаты, вернулись за границы более 400 тысяч молдаван, которые от безысходности вновь подались в гастарбайтеры. В предвыборной программе ПКРМ предусмотрен целый ряд мер, рассчитанных вернуть молдаван домой и повысить скатившуюся демографию. Газифицировали страны. Это правило, что эта политика будет начинать декартной пенсии, поднимет целью этой пенсии на уровне нормальной пенсии. документы, не аж как-то скри, ма, рог, в termе экономики, не скрия отфель, но в термина экономика, скрием, что на минимум декзистенция, 4-ой, более сус, декат минимум декзистенция, на пенсионарь, 2-ой, более сус, декат минимум декзистенция, на студенте у меня есть минимум декзистенция, потому что, в 5-6 лет, в студенте, не у него не умерла бурса, ни с ним бану, ни с ним леву. И еще один момент. Сервистои коммунальные требует ли мы clarить. А здесь, прессы, они украли, что-то, и как на каждой встрече из зала сыпались вопросы. Придя к власти после выборов, ПКРМ обязуется организовать референдум, где народ сам решит, куда ему интегрироваться, на запад или восток. Но прежде, 30 ноября, ему придется принять другое важное решение. Оказать поддержку партии государственников, тем, кто 8 лет во власти и 5 в оппозиции, ратовал за народ и за страну.